Пожилые люди. Ну, пусть пожилые, если есть, но они не могут заменить ровесников на 100%. Поэтому именно, чтобы были ровесники, которые могут помочь в любой минуте, чтобы знать, что такое есть. Поэтому, чтобы обязательно это было. Это уже просто исходя из своей жизни. Желаю. Спасибо. С ровесниками напряг. Что? С ровесниками как раз и напряг. Да, то что, подождите, я вас напряг чем-то? Нет, с ровесниками дело плохо обстоит. А, это вы, подождите, это вы имеете в виду то, что я про свою жизнь так сказал, да? Нет, у меня тоже. Нет, но я понял. Ну, а что же я сделал? Ну, знаете, слава богу, меня родственники не обижают. Там тоже молодые есть, родственники меня не обижают. Хоть они ужасно далеко живут, а с ним по вайду общаюсь, родственники не обижают. И на уровне продавцов у меня общение с молодыми выходит. То есть, на примитивном уровне сам у меня выходит общение. Просто серьезного ничего нет. Ну, что я сделаю? Ну, нет так ничего. Поэтому, что я говорю, один друг тоже у меня есть, буквально один друг. То есть, знакомых, приятелей нет, а друг есть. Но просто я его вижу раз в год только в реальной жизни. Ну, ничего, господи, что это такое? Вот. Вы главное слушайте, я вам сейчас хочу задать два конкурса. Только еще один момент вам важный сказать хочу. Можно, чтобы вы просто в курсе были и все, можно? Да. Значит, слушайте. Я тут два месяца назад начал заниматься домашним бизнесом. Можно я расскажу, в чем мой бизнес, смысл, в чем его смысл? Можно? Да. Значит, я теперь по своей доброй воле начал этот бизнес. Ну, если так можно это бизнесом назвать, может, не знаю, можно, нет. Значит, я именно говорю, мне никто это не предлагал на свете. Никто, ни родители, вообще никто. Значит, я по своей доброй воле вот теперь родителей кормлю халвой без сахара домашней, печеньями без сахара и муки диетическими полностью. А скоро все на свете буду уметь и конфеты без сахара делать, и казинаки домашние без сахара будут. Вот все это будет, потому что я этим всерьез занялся. Это первое, потом дальше слушайте. Напитки я теперь новые дегустирую, приправы смешиваю, смузи делаю, типа коктейли. Но это не совсем такие коктейли, к которым мы привыкли. Это такие густые напитки, так? Ну, то есть густой напиток, смузи. Как вариант в тьмоте мужчины. Как что делать? Вот, значит, вот это я теперь делаю. Ну, в общем, я очень много чего необычного теперь делаю. То есть, значит, я не только, вот смотри, я не только родителям делаю, а я это еще делаю для своих пожилых знакомых продавцов. Я теперь отвечаю за их здоровье. Мне такое поручили. Мне такое продавцы дали, такую ответственность. Мне доверили они такую ответственность. То есть, понимаете, насколько все серьезно. Я теперь, вот моя миссия такая, вот, если так можно сказать. Вот. И вот я и должен выполнять. Вот у меня дебют состоялся буквально позавчера. Если хотите, можете меня поздравить с этим. Я все, я весь вечер потратил на домашнюю халву без сахара. Весь вечер я накормил семерых человек. Брата, женой, племянника, родителей, одну продавщицу пожилую. И даже еще одну общую знакомую. Я 80 шариков, как минимум, сделал сам. Все в начале там пока, все покупать ходил и прочее. И вот потом я все один сделал. Ну, как, ну, мамы с братом помогли, сколько-то мне, конечно. Но в основном на 80 процентов я все делал сам. Там вот весь вечер потратил. Вот честное слово. Вот родители подтвердят. И вот семерых человек на корму не только, а в магазине. Принес магазин продавцу с самым пожилым. Потом дегустацию для него провел. Сейчас расскажу, что делал. Взял щепотку молотой корицы, смешал с двумя гвоздиками. Вот такой чисто напиток из приправ. Вот мы с ней выпили там, но это я провел дегустацию. Это не она делала, это я делала. Вот, и еще ей задал конкурс. Поэтому, в общем, все прошло просто замечательно. У меня теперь, как говорит, мой дебют состоялся. Если хотите, можете меня с этим поздравить. Если сами, конечно, хотите. Понятно. Ну вот, нет, ну я понял. Ну все, значит, я к чему вам говорю? Умейте в виду. По этим вопросам теперь, которым я вам сказал, можно ко мне смело обращаться. Я по сто раз супер и проверяю, поэтому можно смело обращаться. И вот этот напиток я советую попробовать. Взять щепотку молотой корицы и две гвоздики. Но только две, потому что она жгучая. Я предупредил, что потом не было никаких, никто не обижался на меня. Я предупредил здесь. Вот, значит, дальше, да. И еще что забыл сказать. Еще я домашней агрономией занялся. Я думаю, знаешь, какой домашней агрономии? Это когда на подоконниках выращиваешь то, что можно кушать. Но только зимой в первую очередь. Потому что летом у нас и так дача, а вот зимой сейчас. И вот я вырастил зеленый лук сейчас на подоконнике. Море просто вырастил. Вырастил не из репчатого, а по-другому. И без земли, и без горшка. Вот сейчас можно скажу, как вырастил все. Значит, взял полиэтиленовый пакет один. Два слоя туалетной бумаги. Туда уложил хорошо, хорошенько. И залил кипяченой водой. Вот и все. А еще купил луковицы, черешки. Луковицы много-много в самом начале. И все поставил. Вот через месяц, через три недели у меня просто тьма тьмущая этого лука зеленого. Мы просто теперь объедаемся. Вот все благодаря мне. Вот я так зимой, считай, с того, что у меня под рукой было. Вот я, пожалуйста, я теперь и родителей луком зеленым кормлю своим. Вот и брата родного. Вот племянника, маму свою родную. Ну и, в общем, говорю, все просто честно. Ну а какой конкурс? Что они слэш? Конкурс. А, конкурс. Ну все, нет, ну я понял. Так я вам просто чему говорю. И по домашней агрономии тоже можете ко мне обращаться. Поняли, да? Я вам все сказал. Поняли, да? Да. Да, ну давайте. Значит, вот смотрите, все, я понял. Значит, у меня будут два конкурса. Смотрите. Ну это быстро будет. Значит, вот смотрите, и все. Я делаю, мне спать уже пора, я пойду спать. Значит, вот смотрите. Значит, первый конкурс, три загадки с подвохом. Так, а потом сейчас объясню второй. И все. Хорошо? Только внимательно слушайте. Значит, вот смотрите, так. Значит, первый конкурс, загадки с подвохом на бытовом уровне. То есть, они касаются бытовых вещей. Ничего не мудрите, главное. Хорошо? Вот слушайте, так, значит, что первая загадка. Значит, в скольких месяцах года, да, имеется в виду календарные месяцы, есть 28 дней? Во всех. Что они слышали? Ваш ответ во всех, да? Да. Да, верно, все, здесь вы не попались, верно. Дальше. На что похожа одна половина апельсина? На вторую половину. Верно, верно, вы тоже не попались. Так, и третье, самое интересное, наверное, что весь мир, да, то есть, вся планета Земля наша, вот абсолютно вся, то есть, все 6 миллиардов людей на свете, что весь мир делает одновременно? Да. Живет. Правильно, живет, браво, вы все верно ответили. Так, это первый конкурс. Да, 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 ну слушайте, это был первый конкурс, и теперь остался второй конкурс. Сейчас вот я подожду, сейчас, подождите, сейчас одну секунду. Вот, значит, теперь остался второй конкурс. Значит, смотрите, он немножко будет другой, но смысл, ничего особо сложного не будет. Значит, смотрите, что вам нужно будет 4 слова, да, соединить с их значениями. Ну, типа, как толковый словарь Даля, вот, про этот конкурс, но только слова будут разбросаны. И вот, смотрите, сначала я вам говорю эти слова, вы скажете, знаете ли вы эти слова или нет. Если вы что-то знаете, значит, мы убираем эти слова, остается меньше слов, хорошо? Слушайте, значит, вот, значит, вот, скажите, знаете ли вы такие слова, первое, как абрис? Нет. Нет, так, дальше, сейчас просто разберем. Потом, значит, сальдо. Сальдо? Да, сальдо, до, до на конце. Ну, это бухгалтерия. Так, бухгалтерия, но а смысл? Ну, просто своими словами, да, бухгалтерия, верно. А смысл в чем там? Ну, с чем связано просто еще? Уточните и все. Просто можете уточнить просто и все. Ну, это деньги, которые пущены в оборот. Или доход, я точно не знаю. Ну, в оборот. Ну, хорошо, смотрите, ну, я ваш ответ принимаю, хорошо, смотрите. Я вам тогда говорю как своими словами, но это так и есть. И все, хорошо? Слушайте, я думаю, ваш ответ можно здесь принять, сразу объясни. Значит, это разница между приходом и расходом. Ага, понятно. Да, да, ну, думаю, смотрите, объясню. Но я думаю, ваш ответ можно принять, я не знаю. Ну, связано, ну, с бухгалтерией, да. Я вот не знаю, ваш ответ можно принять здесь или как? не ну в целом вы сказали с бухгалтерия думаю может принять ваш ответ потому что ну пусть там не так немножко не сказали но смысл-то с бухгалтерия связан может принять ваш ответ сразу что ну давайте я приму чем лучше так я приму ждать на тему слову же убираем что они слэш 9 и кредит ну да можно так ну все ли тогда можно так мы все понравилось это убрать дальше теперь слово лядунка такое слышали да так нет еще одно и еще одно слово каботаж так ну хорошо значит смотрите вот вам три слова значит тогда на суше вот вам три слова которые вы каботаж вы слышали это вы то есть сейчас мозг ободаж вы сразу скажете что это значит и вам остается два слова значит вы смотрите сейчас жур диван заломастало сейчас начало смотрите значит не такogyмане послевмой каботаж так услышали какие вам три Слово надо соединить с их значениями, так? Да. Значит, смотрите, вот значит значение. Первое – очертание предметом, так? Второе – сумка для патронов у кавалеристов. И третье – судоходство между портами одного государства. Ну, судоходство – это, наверное, каботаж. Так, 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 секундочку, сейчас, смотрите, что просто по очереди. Значит, каботаж – это судоходство между портами одного государства. Это ваш ответ, да? Да. Да, верно, верно, верно. И вам осталось всего два слова – абрис или дунка. Значит, там очертание предмета и сумка для патронов у кавалеристов. Вот что это? И всего два слова – абрис или дунка. Вот, или так, или так, всего два варианта. Значит, надо сказать, что… Ля дунка – это сумка. Так, что вы знаете, ля дунка – это сумка, да? Да. А абрис, значит, очертание предметов. Да. Да, всё верно. Всё, вы с двумя конкурсами всё справились. Всё просто… Ура, я молодец! Ну да, ну да, да, можно сказать так. Ну вот, всё, чтобы вас как бы чересчур не загружать, всё. Вот я вам решил настроение поднять хоть немного. Я думаю, ничего вам хуже не стало от этого? Лучше стало. Я почерпал себя умным. Нет, ну нет, ну я понял, подожди, в умном почувствии. Вам главное вообще просто на душе хуже не стало. Вот это скажите главное. Для меня это главное. Нет. Ну я очень рад. Вот честно скажу, я очень рад, когда я могу хотя бы хоть так даже что-то кому-то сделать. Поэтому у меня уже, вот извините, просто спать пора. Я же вам всё как раз, видите, вы удачно зашли. У вас день рождения, значит, у вас ещё раз в нём рождения. Всё, видите, я вас по-китайски поздравил. Поздравил, даже ещё что-то. Поэтому чему-ка, значит, вам ещё раз всего хорошего. Всё, так вот я иду спать сейчас. Я минуту и закутаюсь, да. Да, ну поэтому, значит, ещё раз вам всего хорошего. Всё, ещё раз вас с днём рождения. Всё, будьте здоровы, счастливы. Спасибо, до свидания. Да, ну всё, мне поспать пора. Ну всё, до свидания. Спокойной ночи.